Здравствуйте дорогие любители ММА! Сегодня будем разбирать UFC 228 Тайрон Вудли против Даррена Тилла. Событие произойдет 8 сентября в штате Техас, Даллас. Перейдем к главному событию сразу же. Тайрон Вудли будет защищать в очередной раз свой титул. Давненько он это не делал. Тайрон Вудли по кличке Chosen One. Его профессиональный рекорд 18-3-1. Такой качок. Ему уже 36 лет. Уже старичок качок. В последнем поединке он победил Дэмина Майо решением. В таком скучном поединке. Пятираундовом. До этого Стивена Томпсона. Большинством решения судей было такое. То есть там был такой тоже вялый бой. Пять раундов просто хождений. Это было крайне скучно. В пятом раунде Тайрон Вудли отправил Стивена Томпсона в нокдаун. Не добил и по очкам все равно дали победу. В принципе, наверное, правильно. Вудли. До этого была ничья со Стивеном Томпсоном. Там был поактивнее поединок. Тоже большинством решения судей ничья. Первое на моей памяти в чемпионских поединках. До этого он забрал пояс у Робби Лоулера нокаутом в первом раунде в 16 году аж. Ну, в принципе, с Тайроном Вудли все понятно. Когда-то, кстати, у Вудли была проблема. Против роли Макдональда он три раунда бился и ничего не показал. Таким образом, я думал, что Томпсон пройдет с Тайроном Вудли, но не тут-то было. Видимо, чемпионский пояс делает чудеса и добавляет мотивации нашему Тайрону. Даррен Тилл. Профессиональный рекорд 17-0-1 по кличке Горилла. Ему 25 лет. Он аж на 11 лет моложе чемпиона. Стивена Томпсон, он тоже победил то же решение. Тоже в каком-то таком близком поединке. Тоже в скучном поединке. Уже возникает вопрос, то ли Томпсон реально скучный, просто сам по себе. Дональда Сироны победил нокаутом. Так вот он и хайпанул жестко. До этого у него были победы всего лишь решением, еще и там ничья с Далби. Так, и какой мы можем сделать тут вывод? Я, конечно, болею за Тайрона, но вот очкую поставить на Тайрона. Хотя на Тайрон, по-моему, коэффициент очень высокий. Вот мы смотрим. У нас на Тайрона 1.94, на Тила 1.95. И даже на то, что раунд, то есть все пять раундов они подерутся, тоже небольшой коэффициент. То, что все закончится в первом раунде, коэффициент как раз четыре с половиной. Досрочно, недосрочно. Сотрудняюсь, конечно, здесь сделать. Ну, немножко, я считаю, преимущество должно быть на стороне чемпиона. Все-таки. Но Тил тоже может. Ну ладно, не будем пока. Позже примем решение. Пока вернемся к Карду. Действительно, очень-очень сложно. Очень сложно. Вывод. Второй по важности поединок на UFC 228, который придет в Техасе. У нас будет женский бой Ника Монтани против Валентины Шевченко. Это причем в FlyWade. Ну, добавили какой-то более легкий вес. Раньше был вес соломинки, теперь Fly. Ну, то есть, новый дивизион. И в нем чемпионкой стала Ника Монтани после победы на The Ultimate Fighter. Ей 29 лет. Победила Роксану Мондафери. Парк Хончик, Монтану Деларосу и Лорен Мерфи. Все это было на Ultimate Fighter. Четыре победы одержала и забрала поезд. Ну, а Валентина Шевченко является топовым ударником. Валентина Шевченко по кличке Bullitt. Его персонажа рекорд 15-3. Возраст 30 лет. Качуэру тут победила. Но, понятно, там доминирующее выступление очень было. Аманди Нонис поиграла с плитом. В чемпионском поединке. До этого Джулиана Пенна и Холли Холм потерпели от него поражение также. Так, и Нико Монтанию. Ну, короче, там коэффициент на Валентину очень низкий. В принципе, смысла нет. Ну, есть ли смысл ставить на Нико Монтанию? Ну, копеечку можно забросить. В любом случае, мало ли что там может произойти. Но, честно говоря... Опа. Почему так? Где наша... Очень странно. Тарен Вудби. Короче, на этот бой нет коэффициентов, я так понимаю. Ладно, идем дальше. Третьей по важности поединок на UFC 228 будет Джессика Андране против Каролины Ковалькевич. Вот тут... Есть интрига. Строу Уэйд дивизион. С одной стороны, Джессика Андраде, который рекорд 18-6. Клический бейт Эстака. 26 лет. Имеет нокаутирующий удар. Очень мощный. Мощный. Она идет все время вперед. Агрессивно. Кладен Клаудио Гаделью вот победила. И Тишу Торрес победила. В общем, идет очень крепко. Очень крепко идет. Ну, Каролина Ковалькевич, в свою очередь, тоже топовая ударница. Ее представительный корр 12-2. 32 года. Победила Фелис Херик, но с плитом. Джоди Эксквибель. Но Клаудио Гаделья она проигрывала. А та, соответственно, Андраде победила Гаделью. Я думаю, здесь Андраде должна быть фаворитом. Я буду забирать Андраде, наверное. Андраде. Ну, супер. Она 1-24 идет. Супер просто. Можете кидать и на Каролину Ковалькевич. Бабки. Потому что 4-46 это все-таки. Нормальный кэфчик. Что будет, идет до решения 1-55. Неплохой коэффициент для женских боев. Ну, почему на Каролину Ковалькевич такой маленький коэффициент? То есть большой. В принципе, она может. Может у него получится. Может получиться спокойно. Ну, ладно. Идем дальше. Да что за женские одни бои? Да как так-то? Просто 3 подряд женских боя. Я такого не помню. UFC. Карла Эспарза против Татьяны Суарес. Тот же дивизион. Строу-Вейт дивизион. The Cookie Monster. Карла Эспарза. 13-5 рекорд. 30 лет. В последнем бою она проиграла Клаудии Гадельи с плитом. До этого Синтию Калиевилью и Марину Мороз выиграла. Ранди Маркос проиграла. Ну и Татьяна Суарес, которая, скорее всего, разберет ее просто на мелкие кусочки. Татьяна Суарес. 27 лет. Может нет, но выиграет 100%. Я думаю. Татьяна Суарес. Вот ее послужной список. В UFC она с Ultimate Fighter начинала. Там поддержала 1, 2, 3, 4 победы в Ultimate Fighter. Причем, 3 из них досрочно. И в UFC уже сама она сдержала 2 победы. Над Алексей Грассо досрочно в Перманде. И над Вивиан Перейрой. Решение. Дикий, дикий фаворит. Да. Так, есть. То, что бой идет до решения. Сколько у нас? 1, 58. Неплохо. Идем дальше. UFC 228 в Техасе. Забит Магомед Шарипов. Вот. Самое сладкое. Против Брэндона Дэвиса. Тут самый главный вопрос будет, что сможет сделать Брэндон Дэвис. С него и начнем. У него рекорд 9, 5. Но это просто на убой посылают до человека. Killer RB. Брэндон Дэвис. Рекорд 9, 5. 28 лет. Последний бой проиграл Энрике Борцоле. Но Стивена Петерсона сумел таки победить. Кайлу Бочнику проигрывал. Ну, нет шансов. В общем, понятно. В трех последних боях два поражения. Забит Магомед Шарипов. 27 лет. В UFC провел уже три боя. Держал три победы. Две из них досрочно. Как раз таки Бочника побеждал, который побеждал этого Дэвиса. Ну, тут можно уже не задерживаться. Понятно все на этом. Как? Как? А, ээээ. Эффициентом надо еще посмотреть. 1,05. Просто. Даже без всяких там. Total больше, total меньше. Ничего не дает X-Bet. Алджамейн Стерлинг против Коди Стаммана. Не знаю, почему так низко стоит этот бой. Нельзя было, что ли, повыше поднять чуть-чуть. Я имею в виду и Магомед Шарипова тоже. Все главное событие. Но тут соперник у него не очень. Да, согласен. Алджамейн Стерлинг. 15-3 рекорд. Фанк мастер. 29 лет. В последний бой одолел Бретта Джонса решением. Который рекорд был 15-0. Просто. Болел я в том бою за Бретта Джонса. Потому что поставил нового. Алджамейн Стерлинг. Ну, может собраться и вынести любого. Ну, то есть не очень стабильно выступает. Ну, да, проиграл Карл Марлону Морайсу. Эту победил Ренана Барао и Агуста Мендеса. Не, ну, он проигрывал таким топом, да, в основном. То есть он, если кто-то ноунейм какой-то, он его выносит просто. Ну, вот, например, такой, как Коди Стамон с рекордом 17-1. По кличке Спартан. 28 лет. А вот он побеждал Брайана Каравей и Тёма Дукус. Дюкинуа тоже побеждал. И Терен Вера. Ну, Терен Вер, ладно. Ну, вот Дюкинуа и Каравей. Впечатляет, конечно. Впечатляет. Вот теперь я задумался, короче. Ну, Дюкинуа-то сильный соперник. Каравей побеждал. Когда-то. Давно, правда. Этого... Стерлинга. Ну, короче, я на Стамона, наверное, буду ставить. Потому что, если он... Андердог, естественно. Андердог. Небольшой. Я тут экспрессом, короче, поставил. Ну, ладно. Ничего плохого в этом нет. Мы выиграем. Так. Идем дальше. UFC 228. Таррен Стюарт против Чарльза Берда. Стюарта, помню. Таррен Стюарт 8-3. Миддлвейт. По кличке Дентист. Последний бой победил Эрика Спайсли. Что было для меня неожиданностью. Ну, вот вы сами посмотрите, да. Три поражения подряд. Как он умудрился Эрика Спайсли еще и нокаутировать. Даже Франсимару Бороса проигрывал в 17-м. Ну, и не сказать, что прям это лохи какие-то. Но... Все-таки это не прям топовая позиция. Ну, и Спайсли, по-моему, был сильнее. Вот этой позиции. Но он сумел вернуться. И Чарльз Бёрд. По кличке Кит Динамит. 34 года. В UFC он попал через данный White Contender Series. Так, а как он удары на стерто с борьбой? Давайте посмотрим. Если с борьбой вилы... Да-да-да-да. Понятно. Понятно, почему он проиграл. Он же просто борьбой проигрывал. С борьбой у него большие проблемы. Поэтому Чарльз Бёрд одержит победу в этом поединке, думаю. А вот этот поединок Нико Монтаня против Валентины Шевченко. На всякий случай. Вам не жалко. То, что зайдет в четвертый раунд, кстати, тоже коэффициент хороший. Не дадут, наверное, поставить. Так. Чарльз Бёрд против Дарна Стюарта. Чарльз Бёрд, ну капец, ну что это такое? Ну что за коэффициенты? Ну так нечестно. Так нечестно. Ладно. Нико Прайс против Абдул Розак Аль-Хасана. Интересное противостояние. У боев по одному всего лишь поражение. Нико Прайс по кличке Гибрид. Ему 28 лет. Последнем поединке Рэнди Брауна убрал. Хаммер Фис from bottom position. Снизу? Убрал Брауна. Снизу. Жестко, жестко, да. Джорджа Саллина до этого придушил. Но проиграл Висенте Люке. Ална Жубана побеждал нокаутом. Какой-то нестабильный боец совсем. И Абдул Розак Аль-Хасан по кличке Judo Thunder. 9-1 рекорд, 33 года. Побеждал собака Хамаси в нокаутом в первом раунде. Побеждал дважды, что ли? Что это? На хрена они дрались два раза подряд. Ну а Мари Ахмедову проиграл сплитом. Вот в этом поединке вообще не знаю. Стоит только посмотреть на коэффициенты. Ну, просто судя по последним выступлениям Ника Прайса, наверное, такие коэффициенты. Вот и я тоже из-за этого сомневаюсь. По последним выступлениям Абдул Розака Аль-Хасана, в принципе, вопросов нет. Как тут ставить на Ника Прайса? Как? Он может... От него все что угодно можно ожидать. Это просто... Рандомный какой-то Ника Прайс. Если он выйдет таким же, когда он там нокаутировал... Кого он нокаутировал? Я уже и не помню, блин. Какого-то мощного чела он нокаутировал. Это было вот. Алан Жубанов вышел и вынес просто. В первом раунде, в семнадцатом году. Куда делся тот Ника Прайс, который потом проиграл Висенте Люке? Который уже с Рэнди Брауном чуть ли не отлетел. Ладно, это мы пропустим. Стоять не хочу. Джимми Ривера против Джона Додсона. Джимми Ривера с рекором 21-2. По кличке Эль Террор. 29 лет. Возвращается после поражения. С одного удара на первых же секундах боя с Марлом Марайесом. Ну да, 33 секунды прошло. Но... В общем, после этого я был уверен, что Джимми Ривера затащит бою с Марайесом. Что мы увидели? Может, это лаки кик, конечно, можете сказать. Но не знаю, не знаю. То есть после этого я на Джимми Ривера уже ставить не хочу. Джон Додсон также может его нокаутировать. Джон Додсон по кличке Магиканин. 29 рекорд. 33 года. Педро Муниуса победил с плитом, правда. Марло Марайесу проиграл с плитом. Так они сейчас опять встретятся, что ли? Зачем им опять встречаться? А, точно. Ё-моё, они сейчас с Джимми Риверой. Ну вот, смотрите, да, разницу. Получается, что у нас? Марло Марайес победил Джимми Риверу нокаутом сразу же. Но... До Додсона победил он только лишь с плитом. Соответственно, Додсон лучше, чем Ривера. Как боец, получается. Ну, думаю, тоже до решения дойдет. Вот это будет более такой соевовой ставочкой. Тотал больше 2,5. 1,37. Ну, что-то маловато, конечно. Маловато. А то, что не зайдет во второй раунд. 5,75. Ой, ужас какой. Ставлю на Додсона. Дело с концом. Какой длинный выпуск получается. Длинный, длинный выпуск. Диего Санчез против Крейга Уайта. Диего Санчез рекордом 27,11. В прилимах. По кличке Лайон Харт. Уже пробитый до нельзя. 36 лет. Мэтту Брауну. Локтем. Проиграл нокаутом Эллиуэ Квинти. Проиграл в первом же раунде. Но матч на Хелде победил. Я помню, там был борцовский поединок скорее. Ну и вот теперь ему дают Крейга Уайта. По кличке Тхандер Кат. 14,8 рекорд. 28 лет. В последнем бою проиграл Нилу Мэгни. Нокаутом в первом раунде. Ну и сам он может отправлять в нокауты. И борется хорошо. Накидывает болевые. Я думаю, здесь Крейг Уайт мой фаворит. Да, он и здесь фаворит, в принципе. Ничего особенного. Здесь все ясно. Идем дальше. Уже подходим к концу. Джим Миллер против Алекса Уайт. Крейг Уайт. Алекс Уайт. Сколько они там этих Уайтов понабрали? Дана Уайт собирает всех Уайтов в этот дивизион, в этот промоушен. Джим Миллер. По кличке А10. 28, 12, 34 года. Имеет серию из четырех поражений подряд. Но это были не самые плохие бойцы. Это был Дастин Парье решением проиграл. Энтони Петтису проиграл решением. Франсиско Тринальдо проиграл решением. И Даниэль Хукер уже проиграл в первом раунде нокаутом. Это у нас Джим Миллер. Алекс Уайт. По кличке Спартан. Рекорд 12, 4. 29 лет. Проиграл Джеймсу Краусу решение. Митчу Кларка нокаутировал в втором раунде. Тони Мартину решение. Проиграл Артем Алобову. Выиграл решение. Это у нас Алекс Уайт. По кличке Спартан. Ну и смотрим на коэффициенты. Наверняка там тоже 1,3. О! Неплохой коэффициент. UFC 228. И Реналда напротив Люсиль Пудиловой. Ладно, глянем ненадолго. И Реналдана неплохая, да? По кличке Роблс. 8,4. 30 лет. Вступала в UFC 3 раза. Из этих 3 раз проиграла 2. Но решениями выиграла 1. Какого-то ноунейма. Ну и Люсиль Пудилова с рекордом 8,2. По кличке Буллет. 24 года. UFC выступала 3 раза. Выиграла 2. Ну, мне кажется, Пудилова здесь должна забирать. Но сделайте наоборот лучше, конечно. В этом я не везет. Подводят меня все время. Райан Бенуа против Роберто Санчеса. Flyweight. Райан Бенуа по кличке Babyface. 10,5. Рекорд. 29 лет. Побеждал Ашхана Мактаряна. В последнем поединке. Причем еще и нокаутом. До этого Брэндону Морену проиграл сплитом. Выиграл Фредди Сирана сплитом. Бенуа Муэну проиграл. Ну, это 15-й год, не считайте. Причем давно не выступал. Роберто Санчес. С рекордом 8,1 по кличке Little Fury. 32 года. И все, которые выступают всего лишь 2017 года. Ну, здесь я миссану, пожалуй. Вообще мне не ясно. Но, конечно, все равно надо посмотреть ставку. События. Да, тут вообще непонятно. Тут все поровну просто. Ну, и завершает весь этот перформанс Фрэнк Камачо и Джо Фри Нил. Фрэнк Камачо с рекордом 21,6 по кличке Крэнк. 29 лет. Друй Доберу проиграл решением. Демина Брауна выиграл сплитом. Джин Глянг Ли проиграл решением. В общем, его сложно нокаутировать. В последний раз это сделал Хан Си Ул Ким в 16-м году. Если Джин Глянг Ли не смог он нокаутировать, в принципе, значит, он тяжело нокаутировать. Джо Фри Нил по кличке Ханс оф Стил. 9-2. 28 лет. Попал в UFC через Дана Уайт Контендер Сериес. Ну, Джо Фри Нил мой фаворит. Короче, не знаю. Впечатляет. Впечатляет. Только мой. Ну и вернемся к поединку. Вот. Я не знаю, на кого поставить. И поэтому я поставлю на Дары Натила, потому что болею. Завудли. Сами судите, какая-то логика нормальная или нет. Ну и на этом все. Ничего, надо глянуть, как у нас подписчики-то положили, распорядились своими предпочтениями. Вудли Тил тоже особо определиться не могут. Шевченко 96%. Андрады 77%. Суарес 83%. Магомед Шарипов 98%. Стерлинг 59%. Берт 82%. Прайс 69%. Привера 71%. Привера 71%. Почему, не знаю. Магомед Шарипов 98%. Уайт 75%. Миллер 60%. Пудиловый Алдана поровну примерно. Почему Миллер вообще? Странно. Пенуа 66%. Пенуа 66%. Для меня это вообще, я не знаю, на кого тут. И Джо Фри Нил 78%. Ну все, на этом пока. Спасибо. Если кто-то досмотрел до конца, вы просто герои. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Я хочу, чтобы вас было больше.